Микс Ньюс Руководитель объединения профессиональных приемных семей Тереза, мама 11 детей, Ария Мартук, она у нас сегодня в утре. Доброе утро. Доброе утро. Поговорим мы сегодня о порядке усыновления и оформления опекунства в Латвии. Недавно были обнародованы данные Министерства благосостояния, что в прошлом году уменьшилось число латвийцев, которые хотят усыновить детей. Как вы думаете, с чем это связано? Ну, я думаю, что сейчас очень меняется политика Латвии именно насчет приемных семей, опекунства, усыновления. То есть Министерство и самоуправление организуют разные семинары, мероприятия, где людям разъясняют эти различия и формы. Но Латвия, она, конечно, одна из европейских стран, где разные эти формы. В принципе, это в Европе только усыновление и приемная семья. У нас есть институции, есть опекунство, самая старая форма. Я думаю, что просто сейчас, поскольку благодаря этой всей информации люди начали думать, что опекунство или адопция, или приемная семья – это не только одна форма. и я думаю, что многие как-то смотрят на свои способности, ну, не способности, а возможности, да, что можно сначала быть просто гостевой семьей, можно быть приемной семьей. И есть еще опекунство. Так что я думаю, что это не значит, что сейчас дети не попадают в семьях. Они все время становятся в институциях меньше и меньше. Маленьких детей осталось очень мало по сравнению, как было там год, два, три назад. Так что я думаю просто, что больше стало гостевих семей, больше стало приемных семей. И, ну, сейчас тоже есть такая форма, как волонтерская работа в институциях. Тоже многие ходят и просто днем помогают, ну, рабочим там нянечкам ухаживать за этих детей, выводить их на свежий воздух. Я думаю, что это связано с этим больше. То есть форма поменялась. Да, поменялась форма, потому что, ну, как сказать, ты, если становишься усыновителем, это уже на жизнь, на всю жизнь ты как семья. Но многие не уверены, это правильно или неправильно. Потому что смотрим, как не смотрим, у нас очень тоже есть процент детей, которые возвращаются из адопции тоже обратно в институцию или попадают в другие семьи. Так что, ну, эта форма, она такая, раз ты решишься на этого, то это на всю жизнь. Ну, а сейчас ты можешь уже, ну, смотреть, как у тебя там. Ты там, например, придумал, что у нас, мы возьмем там одного ребенка, двоих там, девочек, мальчиков. Когда эти дети приходят в семью, ты видишь, что, ну, это не так просто. И может, ну, может больше понравилось бы и лучше в нашей семье было бы мальчик или девочка. Да, ну, эти формы, они разрешают уже как-то убедиться, что то, что я решил, это действительно нам нужно, ну, семье нужно. И мы сможем помочь, и мы сможем обеспечить этим детям семью на всю жизнь. И это очень-очень такая важная такая, ну, важный поступок для семьи. Ну, это не является какой-то, может быть, даже, ну, отчасти жестокостью по отношению к детям, когда вот к ним так приглядываются. Вроде как к ним приходят в гости, с ними проводят время, у них, может быть, появляется надежда, а потом семья решает, ну, нет, все-таки нам как-то сложно, или, ну, вот что-то нам там не приглянулось, не будем больше, пойдем к другому. Ну, начнем с того, что если ребенок остается без семьи своей, это очень жестоко. Это очень жестоко. И уже дальше, если мы смотрим на жизнь ребенка, как она развивается, то если будет меньше такие, ну, как сказать, ну, вилшенас, вилшенас. Разочарование. Разочарование, то это лучше. Ну, если ребенок, конечно, они все эти дети, когда ты приходишь в детский дом, они все смотрят на тебя и думают, ты моя мама, ты был мне очень хорошим отцом. Они, конечно, надеются, что ты возьмешь его домой, и он там останется. Но, конечно, лучше, если мы, как это называется, ну, с границей такие, что я только сейчас для тебя гостевая семья. И они это понимают. Они могут надеяться, но они это понимают. Ну, когда уже ты ребенка берешь домой, и он знает, что ты становишься его родителем, и тогда ты отказываешься, это уже вторая травма после биологической семьи. И это уже, ну, как, ребенок себя чувствует как ненужным, как плохим, потому что дети, они винуют себя. Они не понимают этих обстоятельств, которые есть у взрослых. У детей, да. Они сразу, если от меня отказались, значит, я плохой. И они живут в обиду. Одни отказались, вторие отказались, третьи отказались. И у четвертого ребенок уже не пойдет. Потому что он так разочарован, что он уже не может, не верит, не доверяет людям. И он с этой злобой уже живет всю жизнь. Так что очень важно, когда он уходит в эту постоянную форму, чтобы она действительно и осталась. А вот, исходя из вашего опыта, насколько длительный процесс вот с того момента, когда все-таки вот семья решила установить ребенка? Ну, к примеру, у них нет своих детей по разным причинам. Они все-таки решили, что, ну, так сказать, нужно установить. Вот как, насколько это длительный бюрократический механизм, вот пока все это произойдет? Ну, механизм сам по себе, он, конечно, бюрократический. Да, он ли иный. То есть это не за месяц, не за два? Нет, 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 нет. Ну, мы к этому вопросу должны подходить философски. Философски, да. Философски. Да. Мама, семья ждет ребенка сколько? Девять месяцев. Так что это вообще время ожидания, оно очень даже нормальное до года. Проблема начинается в тот момент, когда усыновители хочут, ну, как, в адопцию семью принятие маленького ребенка. Да. Как мы уже вначале говорили, маленьких детей сейчас очень мало. То есть, если раньше очередь на маленьких детей была там год, два, то сейчас уже три года, четыре года. И тут не беря критический аппарат, а просто время, когда свободные становятся дети, которые маленькие. Когда ребенка вынимают из семьи, он не сразу становится юридически свободным. Там проходит время, это, ну, так, по-среднему это тоже год. Ну, и если семья хочет побольше детей, или там, скажем, двоих, сестер и братика, троих, эти родители уже ждут поменьше времени. То есть, можно за год, ну, как взять в семье ребенка, там весь процесс проходит. Ну, так что это очень-очень зависит от возраста детей. Ну, скажем, в Латвии средние, ну, семьи, которые усыновляют, у них этот возраст где-то до пяти лет. Один-двое детей. Ну, в основном все-таки один. Но если семья решится на ребенка шесть, семь лет, то это уже процесс будет не такой длинный. Так что, в принципе… А вот там юридически свободных детей много, которые уже в сознательном возрасте, и которые знают, что речь идет только о приемных родителях. Да, да. Это вот у нас отличается от заграничных усыновлений, где дети уходят и 12-летние, и 14-летние. В Латвии, в принципе, за прошлый год, по-моему, один такой случай есть, где в адопцию ушел 14-летний ребенок. Ну, наверное, боятся… Это больше психологический процесс, да? Нет, я думаю, что, во-первых, если у семьи нет этого, ну, она без детей семья, то, конечно, это логически, что она хочет пройти с ребенком и малый возраст, да, все этапы жизни. И это, конечно, можно очень понять, да. Но загранич, когда дети уходят, там все-таки семьи уже, у которых есть свои дети. И, может быть, в этом плане легче, да? Да, и у них не нужен этот младенческий процесс. Они, как я говорила тоже с американцами, они хочут дать возможность этим детям, то есть хорошую учебу, там, ну, как разные, ну, хобби, чтобы ребенок понял, какие у него таланты, что он может достичь в своей жизни. Латвии все-таки семьи думают, ну, для меня, у меня, ну, я знаю, что ему надо. У нас мышление немножко по-другому. То есть, в принципе, у нас такое вот, ну, больше эгоистическое такое представление. Ну, можно и так сказать, можно и так сказать. А вот если за границей, вот то, что вы сказали, где вот берут детей в 14 лет, но все-таки это вот они действительно берут, потому что хотят, не знаю, воспитать еще одного своего ребенка, или это больше благотворительность? Вот они тоже смотрят, что жалко, вроде ребенок без родителей, у нас есть средства, мы ему поможем. То есть, они даже, может быть, не воспринимают его как сына и как дочь, а просто, не знаю, вот как люди занимаются благотворительностью, кому-то помогают. Я думаю, что этот аспект все-таки, да, играет очень, да, очень большую роль. Но, знаете как, я тоже мама, приемная мама, для подростков. У меня дети к мою семью тоже приходят 15 лет, 16 лет. То есть, ну, мы уже не можем говорить о таких, ну, о ребенке не можем. Да, чувства есть. Все равно, если ребенок приходит в твою семью, он подросток или маленький, все равно он как, ну, член семьи. И если ты каждый день вместе с ним 24 на 7, ты после некоторого времени чувствуешь, что тебе не безразлично, что с ним происходит, что любовь, она приходит. Это не всегда увидел, полюбил, все, становимся вместе. Нет. Это процесс, это процесс совместный в семье, как он принимает наши, ну, как сказать, традиции, традиции, как он, ну, ну, как… Ценности какие-то, да? Ценности, да. Как он развивается. И ты не можешь в этом процессе остаться равнодушным. Да, но нет ли такого тут риска, что вот когда принимает ребенка, ну, даже не ребенка, подростка, во-первых, сам возраст сложный для всех, да? Да, да. Подростковый. Во-вторых, ну, может быть, он приходит, что это, наверное, естественно, с каким-то пониманием или предубеждением, тем, что все-таки у вас есть свои дети, ну, свои есть свои, как он думает, да? И в любом случае он будет, там, не знаю, такое слово, не хочешь управлять, какой-то второй сорт. Как преодолеть вот эти проблемы? У вас же все-таки опыт есть, да? Да, да, да. Это есть, это все приемные дети, они ревнуют друг к другу. Ну, я в своей семье, скажу, мои дети тоже уже были в подростковом возрасте, у них уже отношения как-то к этим детям не было такой, ну, как сказать, ну… Ревностное, да? Нет, соперничество, может, так можно сказать. Не было даже, да? Ну, во всяком случае, это не так было видно. Но там очень надо, очень как-то ясно для себя понять эту мотивацию. Нельзя детям лгать. Ну, я не могу сказать подросткам, вообще ребенку, который я приняла в семью, что я люблю так же тебя, как своего. Этого невозможно, потому что ты своего носил 9 месяцев под сердцем, потом был каждый час вместе с ним. С этим ребенком ты не был. И эти чувства – это тоже любовь, но она разная. То есть совсем лицемеять тоже не надо, да? Дети все это чувствуют. Нельзя, потому что дети чувствуют, что ты лжешь. У нас очень, ну, поскольку у меня дети уже в таком возрасте, что они могут очень задавать прямые вопросы, да? И я на эти вопросы всегда отвечаю так, что у меня, вот я люблю вас, но у меня есть мои поповые дети, и мои дети сердца. Но вы мои дети сердца, и в сердце может рождаться большая любовь к ребенку. Ну, не только к тому, который пришел в твою семью, но и к родственникам, или к друзьям. Ну, эти такие чувства, что они, ну, они не терпят рубежей, то есть, да? Они просто есть, да? Если ребенок в твоей семье, и ты видишь, как он становится другим, как он принимает твой опыт, опыт твоей семьи, твоей ценности, конечно, это уже, ну как, ну, это уже получается совместные такие очень хорошие отношения, потому что вообще, в принципе, если бы человек поменялся, он должен любить. Он должен быть очень хороших отношений. И это касается не только детей, но и взрослых людей. А вот как ваши, там, вот все-таки ваш опыт, вот родственники или друзья относятся вот к тому, что у вас есть и приемные дети? Я почему спрашиваю? Поскольку, ну, мы знаем, что мы, в принципе, не в богатой стране живем, да? У нас нет олигархов, в таком понимании, может быть, очень много, да? Которые говорят, ну, у меня много денег, там, не знаю, миллионы, я могу там еще десять детей принять, хоть целый детский сад купить и всем дать, не знаю, там, образование самое лучшее, еще чего-то. Понятно, что возможности у нас достаточно ограниченные, да? Нет ли такого, что кто-то вам говорит, может быть, из друзей или близких, ну, это, конечно, хорошо, что вот вы этим занимаетесь, но вы же не в состоянии, вот там, всем дать вот такой уровень, не знаю, там, как своим детям, например, у вас возможности не безграничные? Да, это хороший вопрос, потому что я, как приемная семья, вообще, ну, как сказать, дети с улицы к нашей семье начали приходить очень давно, ну, мне, в принципе, этот мой стаж 25 лет, и когда я так официально начала, ну, как первые дети пришли в опекунство, потому что приемной семьи не было в это время, да, был такой момент, что меня не понимали, очень многие наши, ну, друзья как-то отвернулись от нас тоже, потому что это было непопулярно, это, я думаю, что в нашей обществе такая стигма есть, стигма об этих детей, что они плохие, что они воры, что они бандиты, что от них ничего хорошего... Такие подвижения, стереотипы, да? Да, что от них ничего хорошего ждать нельзя, и это до сих пор есть, и как-то вот, когда ты слушаешь, какие аргументы у людей, которые говорят, нет, это же нельзя так делать, нельзя их пускать в свою семью, то эти аргументы вот такие именно, но это все поменялось, когда там год прошел, два года все как-то возвращались, вернулись, и сейчас уже, когда прошли годы, дети выросли, у них свои семьи, уже у меня внуки, девять внуков сейчас. Девять внуков? Да, и у меня приемной дочке сейчас в Греции была свадьба, первого июня, мы всей семьей ездили, но не все, кто могли, и я очень гордая за своих детей. То есть, в принципе, они поддерживают с вами отношения? Да, они так и остались в нашей семье, как в своей семье, и там, я не усыновитель, но я, ну как сказать, я думаю, что, чтобы строить отношения, конечно, очень важно, это юридический аспект, усыновить или удочерить, но если такой возможности есть, нету, именно поэтому, как вы сказали, что материальная ситуация у нас не такая, и чтобы я могла семеро детей усыновить, это невозможно, но я очень хорошая приемная семья или опекун, и я этим детям даю, ну, конечно, не я только, мой муж, мои дети, у нас своих четверо детей, и они поддержают, да, взрослые уже, и они как-то, мы часто говорим об этом, процессы, и вообще, всю жизнь, когда они были маленькие, когда они были подростки, и я, то, что я оцениваю очень хорошим, что мои, наши дети, они, мои дети, они очень социальные, у них нет проблем, как они говорят, мама, ну, сейчас вырастим своих немножко поднимем, и мы тоже будем приемная семья, и то, что мне нравится, что сейчас молодежь, молодые родители, которые уже, ну, как, растят своих детей, у них, для них это не будет проблема, они не думают, не будет дома, долго думать, они понимают, что это так естественно, у нас нет чужих детей, все они наши дети, и это естественно, я смогу, я могу на данный момент, мои уже там, подростковые возрасти, или у меня бизнес хорошо пошел, у меня время есть сейчас свободное, я могу там взять в своей семье одного, двоих, троих, хоть как приемная семья, и они будут расти вместе с моими, так, так что сейчас это все меняется, очень трудно людям, которые думают, остались в этом советском время, у нас в обществе очень много таких, когда очень большие, и много были детские дома, и это, ну, как это, в нашей, ну, много в памяти у многих людей, это как нормальная такая форма, проблемы, значит, детский дом, там у них хорошо, обутый, одетый, покушавший, поевший, ну, а сейчас уже все давно, уже маслова таблица, это не действует, очень доказано, если у ребенка нет отношения, то ему не нужно, не надо ни кушать, ни одеться, он голодный, он эмоционально голодный, и это самое главное, чтобы ребенок был покормлен эмоционально, то есть он получил и любовь, и знал, что такие отношения, что такое папа, что такое мама, братья, сестра, это главное для них. Давайте, может быть, успеем принять один звонок, перед паузой на новости и рекламу, 612-939, да, вот есть звонок, одевайте, пожалуйста, наушники, да, да, вот эти. Нет, эти? Ага, Добрый день. Да, слушаем вас, пожалуйста. Хочется, хочется сказать большое, гигантское, человеческое, спасибо, это подвиг, у меня у самого четверо детей, я понимаю, что расти детей, это очень, очень непросто, и если еще заниматься вот такой, ну, я вам просто говорю, большое, большое спасибо, что такие люди есть. спасибо большое, потому что, наверное, да, это понятно, что семья никогда не заменит, да, вот, вот, не, я так понимаю, семья не может, как бы, семью не может заменить, да, никакое учреждение, даже самое лучшее, да, вот нам подсказывают, что сейчас мы работаем тогда без перерыва, я так понимаю, да, и тогда вот в продолжении, все-таки, вот вы чувствуете, что государство, ну, слово, наверное, выгодно, здесь не самое подходящее, но что вот государство, там, не знаю, министерство благосостояния, понимает, что семья, вот, семья, там, не знаю, приемные, да, ну, все-таки, да, все равно это лучше, чем разные, там, детские дома и так далее, и поэтому нужно помогать вот семьям, или в последнее время вы это почувствовали, что, да, да, ну, сейчас политическая мысль, именно такая, и я, я вот вижу, что есть такая подвижка политическая, я вот хожу на такие рабочие группы, министерства, это видно, что есть люди, которые понимают, понимают, потом сейчас в Латвии происходит процесс, день институционализации, да, это, ну, то есть, не законы Европы, но есть процесс, который от институциональной опеки уходит семейная опека, семейную, да, это европейские такие, ну, регулы, да, да, и мы, поскольку Латвия тоже в Европе, она должна это все соблюдать, и то, что касается министерства, самоправления, очень многие люди это понимают, в государстве и самоправлении, но проблема в том, что у нас действительно еще до сих пор есть эти учреждения, и там начинаются проблемы, потому что вот как мы выйдем в медиах, мы выйдем в телевидение, интервью, это касается, это большие здания, это рабочее место, это, ну, как сказать, все чиновники, которые все это обслуживают, это очень, да, и получается, у этих людей, конечно, они многие годы это делали, и они, наверное, делали хорошо, как они понимают, как они, ну, как стараются, да, у нас понятия тоже разные, что для ребенка хорошо, и что не хорошо, у нас понятия для себя тоже разные, что для меня хорошо, что не хорошо, но у нас как-то очень трудно уйти с того, ну, я с многими говорила, и даже вот в министерстве, что мы лучше знаем, что им надо, но сейчас этот уже, как сказать, такой девиз, он не действует, ребенок, именно если он подростков, он знает, что он хочет, они действительно знают, они хочут семью, они хочут маму, они хочут папу, и ему, им все равно, каким образом они туда уходят, какие формы, и хорошо то, что сейчас очень многие такие, ну, закон сейчас, как министр кабинета, это правило кабинета министерства, да, они сейчас меняются, вот завтра в кабинете министра будет приниматься новые, этот, новые правила, правила, да, по центрам, будет центры поддержки в Латвии, именно для приемных семей, принципиологичную, да, и меняется тоже, начнется сейчас специализации, специализация сначала будет кризисной, и для тяжелых детей с функциональными нарушениями, ну, конечно, это и очень тяжелые формы, я не думаю, что там, ну, приемные семьи много будет, но сначала должно быть, они даже не потянут ни финансово, ни физически, там уже, если ты специальная, там уже будет, как зарплата для этих, ну, родителей, которые будут принимать, ну, в кризисных ситуациях, или тяжелых детей, так, так что, ну, движение на нормальное воспринятие этих детей, нормальные формы уже происходит, это все есть, но надо, чтобы наше общество в своих мыслях, в своем подходе, ну, тоже могла двигаться в этот же путь, таким же, ну, как сказать, таким же темпом, и как сейчас идет министерство, но у них тоже не всегда очень так хорошо получается, потому что опять мы лучше знаем, что надо, да, и вот в этих случаях, как это, чиновники забывают, что есть семьи, есть организации, которые это уже делают многие годы, ну, так сходись, проси, что надо, да, как делать, да, но у нас как-то все, ну, характерно, наверное, Латвии, что у нас министр может про финансов знать, про, скажем, про оборону, про здоровье, и у нас очень универсальные люди, да, они могут для любой того, да, да, и это вот другой раз получается, ну, как у нас тоже, Тореза, сейчас у нас был конфликт с министерством, с министром, Рейром, был конфликт, потому, потому что понятия, что такая поддержка у нас разные, да, я как приемная семья, я как человек, который знает очень много семей, которые принимают этих детей, я знаю этих проблем, я на это смотрю немножко иначе, как смотрят, ну, чиновники, они все-таки смотрят, много денег, да, вот сейчас у вас будет много денег, ну, как вот я как приемная семья, и многие другие родители, не деньги, деньги не важные, все-таки самое важное, чтобы тебя понимали, чтобы тебе помогли решать проблемы, когда они у тебя есть, чтобы у тебя была поддержка, мне нужен этот терапевт, он у меня есть, мне нужен психиатр, он у меня есть, не нужна группа, мне не надо, чтобы мне дали в месяц, там, 50 евро или 200 евро, я за эти 200 евро ничего не могу найти, мне нужно, чтобы у меня были услуги, у меня ребенка, у этих детей, как бывает зависимость, алкоголь, наркотики, игры, даже так, да, да, никотин, но это, они в основном все курят, или потребляют алкоголь, или играют, мне нужно, чтобы у меня были специалисты, специалистов-то нету, что толку вам денег, если вы не можете получить консультацию, очень, ну как, ну вообще у нас воспринять, у тебя деньги, ты можешь все, нет, это неправда, мне нужно, чтобы мне были реальные услуги, если у меня ребенку, проблемы по здоровью, у меня были в моей семье, четыре инвалида, но если мне надо попасть доктору, то мне нужно, мне уже вчера надо было, то есть завтра, уже поздно, но я могу эту бесплатную помощь доктора получить через 6 или 8 месяцев, а я не могу ждать, я за это плачу, ну, и это считается, что у нас государственно, ну как, детям до 18 лет, все бесплатно, а эти дети, которые приходят в наших семьях, у них, ну как это, здоровье, очень плохом, состояние, очень плохом, в основном, это зубы, это зрение, это вес тела, это... То есть надо заниматься этим вопросом, да, да, потому что если эмоционально, дети эти, они голодны, то они физиологически, это выявляют. Престрадают, конечно, я в студии. Не похоже, ну... Мы знаем, что в отдельных странах, ну, больше всего, наверное, восточных, может быть, это связано с традициями, но практически нет такого понятия, там, не знаю, там, дом ребенка или детский дом, там фактически даже нет такого понятия сирота, если вдруг случается какая-то беда с родителями, всегда, если не дальние, не близкие родственники, то дальние, совсем дальние, и так далее, и так далее, но всегда найдутся те, кто этого ребенка возьмет. Вот мы идем хотя бы понемножку в этом направлении или пока еще нет? Латвия очень маленькая, Латвия очень маленькая, и я думаю, что... То есть этот феномен, что у ребенка свои родители, они, у них будет вопрос на всю жизнь. Почему меня мама оставила? Почему я не рощу в своей семье? И это проблема для нас, для нашего усыновителя, или... Ну, даже для приемной семьи, ну, она все-таки обучена, или для опекунов, что эти родители не рядом. И эти отношения, они остаются на всю жизнь. И как-то у нас получается, что у нас эти семейные узы не такие крепкие, или как это можно назвать, что, ну, как... Во-первых, если в семье есть это, ну, черная овца, как мы говорим, да, и, например, там какой-то родственник, или семья родственника, и дети остаются без опеки, ну, родительских, то эта здоровая семья вряд ли возьмет этих детей, потому что они... Не столько, что они боятся этих детей, нет, но они боятся этих родителей. А они не хочут с этими родителями, ну, как это, строить отношения. Хотя, чем дальше я от них буду, чем лучше так. И это очень меня мешает, но если бы мы научились строить здоровье, отношения, ставить границы, вот, ребенок растет у меня, но ты можешь встречаться, но ты будешь это как, ну... Я тебе скажу, как, где и что ты будешь это делать, но ты не будешь путаться в жизни моей семьи. Да, тогда это было возможно, да. Но у нас, да, у нас эти понятия, вот у меня дочка женилась, и там, конечно, проблемы, у меня с сестричкой больная, и она говорит, они все, они вот, хоть у тебя одна сестра, ты должна заботиться о своем бедном или больном родственнике. И они не понимают другого, как ты не можешь. А у нас до этого, я думаю... То есть в Греции этого не понятно. Расти, расти. И в Греции, я вообще думаю, они тоже не такие богатые. У них 10,9 миллионов людей. Это популяция, да? Да. У них в этом дети, сироты 169 во всем государстве, да? У нас сколько сейчас, я не знаю, 2 миллиона. Я думаю, что даже нет. Меньше. 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 Но у нас сколько? 6 тысяч. 6 тысяч. Мегаватта, прямо скажем. Да, ну, по процентам, и можно по процентам. Сколько у нас сирот, на сколько семей. И наши семьи не могут одного сироту взять у себя, да? Так что это всё наше, ну... Я думаю, что очень-очень попорченное такое советское вещление, что общество позаботится. Не семья, а общество. Общество, государство позаботится. Да, да. А государство – это мы. Но смотрим, как не смотрим. У нас это мы. Вот сейчас, когда мы пойдём на это, голосовать надо, об этом думать. Что это тоже мы. Это правда, да. Этим, может быть, отличается и цифра, которая... Ну, что именно иностранные граждане к нам всё больше и больше приезжают и хотят устанавливать наших детей. Почему вот оттуда приезжают сюда? В чём у них заинтересованность? А у них же нету, что устанавливать. У них же нету своих детей. У них все свои дети. У них нету чужих детей. Они растут в семье. Так что они должны ехать не только сюда. Они едут и в третьи страны. Да, Украина, Белоруссия. Да, в Африку едут. Да, да. Доминик, Зимбабве, Кения. Всё, да. Я была на саммите Альянса для сирот. Там были 2000 людей из всего мира. И говорили, как помочь сиротам. Я там познакомилась с очень многими людьми интересными. С Киеной, в Австралии, в Канаде. И это организации, которые действительно во всём мире смотрят, как помочь сиротам, как заботиться. И там, ну, очень ясно, и две формы. Приёмное семя и опекунство. Не, не, не. Усыновление. Усыновление. Две формы. Только. А и детские дома? Не, не, не. Ни опекунство, ни детские дома. Две эти формы. Если ты остался, то приёмное семя. И максимально, или ты возвращаешься к своим родителям, или ты уходишь, тебя усыновляют. И ты на постоянное. И о чём они говорили, что очень много поддержки нужно этим семьям, как тут, спасибо этому человеку, который звонил, чтобы люди понимали, как трудно, как нужно помочь этим людям, которые берут этих детей, которые остались без родителей. Что это важно, да? Да, да. И там же масса проблем, как вы сказали. И специалисты, и даже транспорт, машина. Да, да. Ну, хорошее слово. Конечно, всем нравится, когда тебе, в школе тебе говорят, твои дети такие-сякие-сякие, детский дом опять. Врач говорит, зачем вам эти такие нужны, что получше не нашли. Но это всё, это всё говорят наши государства, да, ну, то есть наши, ну, современники, да, они это говорят, да. И когда тебе подходит, я это, и говорит, я это делать, ну, я, не смогу, но ты молодец, или спасибо тебе, или, ну, как тебе могу помочь, да, ну, может, я не знаю, заплачу тебе за эти массажи, ну, всё равно как, да, разные формы есть. Или приглашу тебе на кофе, там, сейчас тоже говорят, другой раз мне звонит, какая-то организация, мы хочем, там, спа подарить этим мамам. Но они такие счастливые после этого, да. А эти женщины, которые работают, они никогда не возьмёт, может, своей семье, ну, ребёнка такого, но они могут помочь этим мамам. И хорошие отношения. Различные, да, да. А сейчас получается как, ну, у меня, поскольку подростки, у меня всё время были проблемы со школами, ну, всегда были проблемы. А они считают, вот ты взял, значит, это моя проблема. Я говорю, нет, это наше общее. Я не виновата, что этот ребёнок на данный момент такой и такой. Да. Это наше общество сделали, сделало его таким. Это соседи, это прохожие, которые не видели, что этот маленький ребёнок, не поевший, побитый, ходит без дома, не одетый. Да. И мне другой раз, я как, мне такое, я не знаю, как это звучит по-русски, земля творится, ну, земля, откройся, потому что это, то, что они пережили, это нормальному человеку вообще не понять, как можно так поступить с детьми. И мне другой раз вопрос, где они росли, в джунглях? У нас нет джунглей. У нас нет такого места, где люди нету рядом и не видят, что происходит с нашими детьми. Да. Вот потому из-за границы едут сюда, они едут в джунгли, и мне очень жалко, конечно, там на саммите тоже я была, они мне спрашивают, откуда у вас, вот где вы берете в адопцию детей? Я говорю, с Латвии. Они не понимают этого. Как с Латвии? Как? Вы же в Европейском Союзе, вы что? Да, да. И для них это непонятно, да, что наши, мы нужны, мы должны брать, усыновлять своих детей. Они наши, они вообще не должны быть без семей. И это разница. Так что я думаю, что нам, когда поменяется наше мышление, у нас не будет уже детей, которые без родителей, чужих детей. Не будет вообще такого, ну, как сказать, понятия, понятия, да, наши. Раз ты, у тебя нету родителей, ну, значит, ты можешь расти у меня. Или, не знаю, у соседа, или каких-то других хороших людей. Будем надеяться, что мы уже вскоре увидим и поймем, что этот момент пришел. На сегодня нам пора заканчивать. Руководитель объединения профессиональных приемных семей Тереза, мама 11 детей, Ария Мартука, она была у нас в студии. Продолжение следует...